Привет друзья, мы не могли обойти вниманием эту проблему, так как новая российская технология антигравитационного квантового двигателя может фактически уйти на запад. Время классических ракетных двигателей подходит к концу, все что можно из них выжали и фактически больше КПД получить от них уже невозможно. Я не буду вас сильно нагружать технологическими терминами и опишу в общем суть нового российского антигравитационного двигателя работающего на энергии из пространства, о которой в свое время говорил и Тесла, и о той ситуации которая сложилась вокруг его внедрения. 10 лет назад российским изобретателем Владимиром Леоновым, научным руководителем ЗАО НПО «Квантон» была опубликована книга «Теория супер-объединения», в которой описывается квантовая теория гравитации, в основе которой положено открытие четырехмерного кванта, пространства-времени квантона, как частицы темной материи. Концепция объединения фундаментальных взаимодействий была сформулирована еще Эйнштейном, но объединить электромагнетизм и гравитацию, в рамках общей теории относительности, он не смог. Владимиру Леонову удалось доказать, что темная материя это и есть квантовое пространство-время, носителем которого является квант, пространство-времени квантон, открытый им в 1996 году. Также опираясь на теорию супер-объединения, ему удалось сделать антигравитационный квантовый двигатель и запустить источник холодного синтеза на электрон-позитронной плазме. Все это может показаться фантастикой, но в Англии ученые подтвердили работоспособность нового источника энергии на электрон-позитронной плазме, там же было создано две компании для исследований в этой области, а самого Леонова пригласили в Англию руководить институтом, но он пока отказывается. Китай и США тоже ведут разработки в этой сфере и уже добились определенных успехов, там понимают перспективность этого направления. В США был продемонстрирован фильм с испытанием двигателя, работающего на этой основе, но им пока удалось поднять груз всего в 6 грамм. В Китае тоже идут разработки и финансируются в полной мере, им уже удалось поднять груз в 700 грамм, но китайцы пошли дальше и отправили двигатель в космос для тестирования его работы в условиях невесомости. У нас поначалу тоже началось изучение и разработка антигравитационного двигателя на Воронежском механическом заводе, но внезапно директор завода был уволен, а сама команда, занимавшаяся двигателем, распущена. Изобретатель обращался к чиновникам для финансирования, но ему фактически сказали, построите двигатель, слетайте в космос и тогда посмотрим. Представьте, если бы с Королёвым так в свое время поступили, где бы сейчас была наша космонавтика. Почему так происходит? Выпуск квантового двигателя ставит крест на выпуске и разработке классических ракетных двигателей. Вместе с этим закроется множество смежных структур, а это потеря триллионов вложенных рублей. А бесплатная энергия из эфира, о которой говорил Тесла, фактически делает ненужным крупнейшие энергетические компании мира. Как бы ни сложилась ситуация, схожая с наградовыми ракетами, когда Роскосмос похватился и начал их разработку только после успехов в этой области Илона Маска. На этом на сегодня все, друзья, спасибо за просмотр, мы светимся.